В России словосочетание «общественный договор» звучит странно, потому что вообще по многим культурным установкам у нас, скажем, соглашательство, попытка договориться считается слабостью, а достоинством считается уклонение от компромисса, само слово «компромисс» звучит нехорошо. В то же время многие знают фразу автомобилиста на дороге, обращенную к инспектору «командир, может, договоримся?» и попытка бизнесмена договориться с чиновником по поводу участия в тендере и так далее, и так далее. Выясняется, что люди и в России склонны к договоренностям, но тут же становится понятным, что существует большая пропасть между частными договоренностями и таким явлением, как общественный договор. Потому что мы понимаем, что такого рода частные договоренности, они скорее укрепляют авторитаризм власти, они коррумпируют, они дают решение одному человеку против интересов других людей, а теория общественного договора, она как раз про то, каким образом устройство государства может в существенно большей степени соответствовать общественным интересам. Сама теория общественного договора имела две фазы развития и очень существенно различные фазы, потому что возникать она стала в 14-15-16 веках в тех странах, которые для себя поставили задачу перейти к публичной политике, перейти к представлениям о том, что государство не есть нечто богоданное с естественно заданной структурой, а есть продукт тех или иных отношений между людьми и между человеком и носителями власти. Поэтому, когда заходит речь о теории общественного договора, начитные люди тут же вспоминают Жан-Жака Руссо, конечно, французскую философию времен просвещения. Еще более начитные говорят о Джоне Локке и Томасе Гоббсе, двух английских философах, которые создали идеи двух конструкций общественного договора, вертикального и горизонтального контракта, то есть того, который идет от власти, о чем писал Томас Гоббс, либо которые связаны с соглашением между людьми и наймом власти в качестве агента, о чем писал Джон Локк. Я мог бы к этому добавить еще других разработчиков, которых знают уже более узкие и тонкие специалисты, но важнее уйти не вглубь истории этой самой теории, а понять, почему, во-первых, она возникает именно в эти страны в эти годы, а во-вторых, что с ней происходит дальше и почему это оказывается таким значимым явлением для 20-21 века. Заметим, что страны, которые на сегодняшний день считаются экономически успешными, например, те 25 стран, которые показывают наиболее высокие результаты и соотношение валов продуктов на душу населения, это страны, которые, судя по специальным исследованиям, проведенным соединенно социологам, экономистам и политологам, причем из крупнейших, это экономист Норд, Нобелевский бурят, Джон Боллес, историк, и Барри Вайнгаст, крупнейший социолог. Вот эти исследования показали, что все страны, которые относятся к высокой траектории экономического развития, они в те или иные периоды решили три проблемы. Во-первых, им удалось добиться того, что элиты стали договариваться не об исключениях для себя, а о правилах для себя и для всех. Во-вторых, выяснилось, что сама принадлежность к элитам связана не с персоной, а с тем, что организации переживают своих создателей. И коммерческие организации живут дольше, чем их создатели, и политические организации не умирают с уходом лидера партии. И, в-третьих, аппараты насилия не делятся в качестве дубинок между разными влиятельными группами, а контролируются коллективно. Как, например, это делало Политбюро ЦК КПСС после сталинских репрессий, понимая, что применение дубинок против одной из групп членов Политбюро чревато смертельными последствиями для любого члена Политбюро. Собственно, решение этих трех задач создает ситуацию, когда приватная договоренность превращается в публичный общественный договор. Договор не об исключениях для данного человека, а о правилах, которые элиты формируют, но подчиняются этим правилам в такой же степени, как люди, которые не принадлежат к элитам. Естественно, тут же должен возникать вопрос о том, как это им удается об этих вещах договариваться, о том, как устроены механизмы достижения того, что называется общественным договором или социальным контрактом. И вот эти вопросы, они были разработаны уже, конечно, в последние десятилетия, когда после долгого перерыва новая теория социального контракта снова стала развиваться, и это связано с именами философа Джона Роллсона, написавшего книгу «Теория справедливости», экономиста Джорджа Бьюкина и его соавтора Гордона Талка, которые написали две книги «Расчет согласия» между анархией и Левиафаном, и появились ответные вопросы о том, как люди договариваются. Выяснилось, что, во-первых, способы договоренности, они разные способы договоренности, в зависимости от того, имеем ли мы узкие группы, так называемые группы Олсона, по имени Мансер Олсона, которые в состоянии сами преодолеть издержки достижения договоренности. Или это широкие группы, куда входят миллионы людей, и такие широкие группы, они не могут договариваться за рабочим столом, потому что у них слишком много времени, сил или денег ушло бы на то, чтобы достичь такой договоренности. Так называемые группы Паттнэма по имени Паттнэма, открывшего явление социального капитала. Поясняется, что узкие группы, группы Олсона, они делают это в парламентах или за пределами парламента путем формальных или неформальных переговоров, а вот широкие группы включаются в такого рода договоренности либо через политический механизм, например, механизм выборов, либо через механизм символический. Например, когда вы включаете те или иные каналы телевидения, вы фактически устойчиво голосуете за те или иные картины мира, которые вам предлагают. Когда вы соглашаетесь или не соглашаетесь с тем, что существует проезд для машин с мигалками, вы фактически голосуете за ту или иную схему социального контракта, потому что проезд машины с мигалками – это не что иное, как то самое право на индивидуальное исключение, которое свидетельствует об отсутствии общественного договора. Но вообще существуют специальные экономические инструменты для изучения общественного договора и констатации того, вертикальный он или горизонтальный, насколько он общественно эффективен. Есть математические методы, которые позволяют определить. Ставка налогов в данной стране, она вычислялась в зависимости от того, сколько общественных благ обещает правительство населению и в зависимости от того, сколько придется правительству потратить бюджетных средств. Или она вычисляется обратным способом. То есть сначала правительство определяет, сколько оно хочет взять рент из населения, а потом по остаточному принципу производить для него какие-то блага от безопасности до здравоохранения. Поэтому фактически последние два десятилетия появились экономико-математические методы, которые позволяют протестировать, какой реально социальный контракт действует в стране. И тем самым определить и перспективы экономического развития страны, и перспективы политического развития страны. Потому что для чего вообще важно понимать, какой существует общественный договор и существует ли он вообще. Представим себе семью. Любая семья, даже если не подписан брачный контракт, это некоторый обмен обязательствами и обмен ожиданиями. Предположим, даже люди заключают между собой соглашение именуемым брачным контрактом, но вряд ли там будет говориться, кто кому должен носить кофе в постель, или нужно ли ехать к тёще на блины. Это всё не сфера письменного права, а сфера взаимных ожиданий. Если эти ожидания более-менее совпадают, то семья счастлива. Таким же образом, если общественный договор, который по строгому определению, есть не что иное, как имплицитный контракт, то есть обмен ожиданиями между людьми по отношению друг к другу и между человеком и властью по поводу того, будут ли соблюдаться основные конституционные правила и какие, вот если эти ожидания совпадают, то мы имеем политически стабильные режимы с хорошей экономической динамикой и неплохой социальной перспективой. Если они не совпадают, то такие семьи в политическом смысле нестабильны. Когда существует такая нестабильность, то может, как и в обычной семье, произойти как восстановление реального и счастливого брака, так и расторжение этого брака и заключение брака с другой властью. Либо путем, когда люди меняют власть на выборах, либо, когда они голосуют ногами, уезжают в другую страну и тем самым вступают в отношения с другим правительством. Редактор субтитров А.Семкин